ДД будут либо попробовать сыграть, возможно, как играли сейчас Каманчи, через вот более-менее такой пик, как Луна не появится, ОД, возможно, от миде, от них. Какие-то герои-сетаперы под подземелью, либо будут комбинации дальше набирать, посмотрим. Но это будут опять какие-то быстрые игры, нет ни у кого стратегии затягивать игру в лейт и набирать каких-то жестких героев, такая мета, по идее. Ну, сейчас так определенно не скажешь, каждая команда играет по-разному, кто-то играет медленно, размеренно, кто-то играет от дефа, кто-то любит ломать быстро вышки, как бы все стратегии имеют место быть. Ну, вот у Нави я пока более-менее вижу, что у них вырисовывается, да, то есть у них хороший мид, будет сетап каких-то героев под инвокера, чтобы была возможность на страйк дать. Я правда вижу вот Слордара в бане, которого я хотел бы увидеть для Нави или Санкинга того же, но не хотят отдавать, конечно, сигнатурных героев для генерала. Ну, у ДД очень много еще возможностей, как распикать, как играть. Они могут, опять же, играть терпильно, могут там выжидать лвла, могут агрессировать само начало против инвокера, могут удариться в пуш там с ранней мекой на Дарксире. Если, конечно, получится ее вынести. Ну, а что может помешать Дарксиру вынести себе необходимые артефакты? Пока не вижу. Нормальные команды, на самом деле, сейчас со старта стараются прямо на первом левеле убить этого Дарксира, либо выгнать его с линии. Вот. Возможно, как-то его побегать, почейзить по лесу, мешать ему всячески, но, опять же, у ДД такие персонажи, которые не дадут этого просто так сделать. Я не уверен, что Земеля придет сразу же на топ, и на самом деле в этом абсолютно профита нету, так как у Нави уже два довольно-таки сильных персонажа для лейнинг фазы. Это Джиггернаут, Рубик. На первом левеле с плюс одним еще каким-то персонажем, которого Нави могут добрать, они будут очень сильны против дуал-лейна. Ну, а кто должен быть? Какой герой зайдет? Хорошо? Да, любой персонаж, вообще, любой. Ну, они сейчас будут отталкиваться от того, что им нужны еще какие-то дизайблы будут под инвокера. То есть, возможно, вообще Нави пикнут. Я бы думал, что Чена, но я вижу Вич-Доктора, но я бы не сказал, что Вич-Доктор прям очень сильно останавливает ранний пуш. Вот. Но все равно, Нави могут в это ударить, я думаю. Знаю, что Бивер будет на Рубике, скорее всего, играть. РМН может на Чене сыграть запросто. Тем более, что мы видели уже, скажем так, игру и на Чене, и Enchantress уже появлялась у нас от Virtus.pro. Artstyle пришел тренером Virtus.pro, и сразу появились лесные герои. Ну, мы помним, да, его любовь к вот этим вот героям, которые способны как-то удивлять из леса. Но, что касается РМН, Роман Полей нам в первую очередь запомнился, наверное, по игре в команде Fantastic Five. Там он выполнял очень много разных задач. Его герои любимые были Сент-Кинги, это были Вич-Докторы, мог отыграть и на Дазли. Пробовал свои силы на Клокверке несколько раз. Но в составе Натус Винсера были Пуджики, были Огры, были Слардары. Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас он на Огрмаге повторит свои достижения. На Огрмаге у него 67% винрейт. Это, в принципе, неплохо. Ну, он, в принципе, выполняет больше такую четвертую позицию. Ну, Огрмаге, это персонаж, который хорошо бафает Жиггернаута. Опять же, с ним удобно пушить. Он хорошо помогает под мидом. Вот, против вот этих выкатываний земели. Может инвокер из-за старта помочь, там, подобивать крипов, пока у него не сильно раскачан, там, экзорт и векс. Понапрягать мидера, выбить хил какой-то. Квопа. Ну, довольно-таки интересный пик. Сложно что-то Огрм и инвокерам вообще противопоставить Квопе. Плюс, опять же говорю, подземелий. Можно, там, будет даже инвокера напрягать, несмотря на этого Огра. Ну, не обращать внимания на Огра, это не так-то и просто Огр-любитель. Походить, поразминать, умеет напрягать. У него большое количество армора, хорошая регенерация. Он ходит, лупит рукой, там, под Игнайтиком, с каким-нибудь Орбов-Веномом. Создает, конечно, неприятности. Но Double Dimension, Queen of Pain, Earth Spirit и Darkseer как минимум имеют три возможности спастись. Это Blink, это Surge и Earth Spirit может укатиться на Болдере. То есть, ловить этих героев, это действительно непростая задача. Ну, странный бан от Na'Vi, я не думаю, что они бы пикнули Вингу себе в коре. Да, то есть, именно она была бы не так эффективна, так как в миде у них нет хорошего физдемагера у Double Dimension, я имею в виду. Вот, им нужен какой-то такой хардовой кор-герой. В том, что Кристаллайза зачастую я видел только вот как раз-таки на персонажах типа Винги, Вивера, Луны. Но Вивер не в бане, но это не такой хороший персонаж здесь. Ну, вот Сларка добирают. Возможно, Na'Vi просто не знали, что забанить. Такое тоже имеет место быть. Нюкс. Нюкс подбанивается. Да, он действительно неплох. Вот Сларка действительно может усилить команду Double Dimension. И, наверное, стоило как раз-таки от Сларка избавляться, суперактивного, супермобильного героя. Что же касается команды Na'Vi, Винсера. Джиггердаут в легкую линию инвокеров в центральную. И, получается, не хватает лишь хардлейнера. А кто-то может появиться. У нас в бане много хардлейнеров. И Кентавр, и Сент-Кинг, и Никс Ассасин, и Слардар. Я думаю, что тут может появиться спокойно и Бестмастер какой-то. И даже Акс. Акс здесь действительно будет неплох. Ну, его, конечно, будут выгонять. Будут за ним ходить. Ну, Легионка. Легионка тоже отлично. Это дополнительный такой для них аутпуш. Плюс это герой, который сильно довольно контрит Сларка. Он тебя будет здесь довольно комфортно чувствовать. В связи с тем, что убить его очень сложно на линии. Вот конкретно Вич-Доктор это довольно-таки плохой персонаж против Легиона. Я сейчас объясню, почему. Если Расперид не приходит на линию, не пытается как-то с самого начала загнобить эту Легионку, то Легионка просто с силипортом, будучи на линии, может после кассок улететь на шрайн, на вышку. То есть ее довольно сложно убить. И Сларка тоже не сильно там отвлекаешь от фарма. Посмотрим, конечно, как будут действовать. Ребята из Double Dimension в этом плане. Я вот хотел бы понаблюдать за этим матчапом. Дефолтные смоки у нас связаются. Реман летит у нас уже на шрайн свой. Ставить вард. Поставил и Super Pro 12. Насколько я знаю, это Нанграта. Поставил вард. Тоже уже на топе. Странно вроде, турнир, вроде крупная. Почему свои никнеймы не все ставят? Так, не пойдет. Предъяви. Я знаю, что могу только в соседнюю коморку к Нави заглянуть и спросить у них за героев, а вот с командой Double Dimension у меня нет никакой возможной связи. Я ничего не смогу объяснить. Вона Флай передвигается по вражескому, нет, по своему лесу. Пытается выйти, наверное, даже за руну повоевать, если захотят натосвинсеры. Но натосвинсеры вряд ли будут хотеть. У них не тот самый пик, который мог бы идти и драться за руну. Но эти перемещения, это трипла или в миде? Ага, Сентри Вард оставляет в миде, но не находит вражеский обсервер. Но Нави обстоит чуть левее, также на повозвышенности, но Сентри Вард ошибочный от Вона Флайа. Ну, максимально постарались поставить конкретно суппорты команд Варды, которые сложно разбить. Вот опять же, обсервер на боте, который стоит даун, стоит довольно-таки близко к вышке. Это не самый очевидный, как бы, Вард, скажем так. Тоже касается и варда в миде, который стоит тут, тоже только близко и левее, чем обычно ставят. А мидеры, кстати, вот давать мидерам вард ставить, это зачастую является ошибкой. Потому что они ставят так вард на, скажем так, на пофиг. То есть они ставят быстрее бы поставить, бросить его и все. Они стараются там как-то ухитриться. Картошка горячая, быстрее бы отпустить. Да-да-да, вот что-то типа того. Бивер и Дэнди постараются Андершок напрягать. То, о чем я говорил, есть Игнайтик, у Бивера есть Арбовеном. Но единственное, что подойти к Андершоку, чтобы стукнуть ручкой с Арбовеном, это не самая простая задача, и реализовать это будет сложно. Ну, в этом-то, собственно, и заключается суть того, что Огр не особо тут что-то делает. За исключением того, что просто Дэнди может добивать крипов первых. У Индвокера не самый лучший ласт хит. Я имею в виду вот конкретно скорость, вот атаки, которая летит. И вообще Клопой гораздо удобнее. Поэтому Клопа вначале гораздо сильнее. Ну, плюс у нее еще и дэм уже чуть побольше. Поэтому надо помочь до Алакрити. Тоже Аэромет под мидом. Они ничего тут не сделают. Ничего. Ну, на топе стоит Дарксир. Неприятно, конечно, то, что решили концентрировать больше свое внимание на миде. А сейчас на бот вообще передвигаются. Возможно, проблемы сейчас будут у Вич-Доктора. Не знаю, заметил ли он. Нет, не заметил. По-моему, Ваннафлай не чувствует ничего. А Бивер уже выходит. Еще и каска пошла. Ваннафлай сам пошел в агрессию. Но будут проблемы. Его поднимает Телекинезисом. Ваннафлай с руки разваливают. И генералу достается первая кровь. На то с Винсеры не пощадили Ваннафлая. Ну, то, о чем я, собственно, и говорю. Приходит легион-коммандер с Пуровеншелдом. И Вич-Доктор просто ему ничего не делает. Либо надо трех героев. И сразу как-то стараться выгонять. Либо ты очень сильно проиграешь линию. Вот этому Сларку будет очень неприятно стоять. Ему будет сложно набирать фарм. Потому что легион будет постоянно его спамить. И убить его очень сложно. Вот, Кирилл, я очень боялся, что легионка пойдет фармить лес. Знаешь, мои пабовские были опасения. Но мы видим, что здесь легион-коммандер выполняет очень важную функцию. Она и сама фармит. И действительно, как ты отметил, гнобит этого Сларка. И сразу же вопрос команде Дабл-Ди. Как они собираются с этим справляться? Ваннафлай вновь подставляется. И Ваннафлай снова убьют. Но хотя бы Биверу в этот раз достается фраг. Генерал не успел поучаствовать. Во-первых, легионка была пикнута на ласт пик. Это как бы тоже очень важный фактор. И они, возможно, не были готовы к такому раскладу. И это сложно ставить именно такой матчап. Если бы у тебя был еще какой-то герой со Станом. Или Джиггернаут, Винга, Таша. Ты можешь что-то с Мичдоком сделать. С Ларком очень сложно что-то сделать вначале. Не обладая возможностью к убийству. Как ты думаешь... Спрогнозируй мне, пожалуйста, исходя из твоего игрового опыта. Как долго могут сейчас Нави набирать обороты? Сколько потребуется им времени для того, чтобы перейти в пуш? Какие нужны уровни на каких героях? Каких мы ждем, возможно, артефактов для того, чтобы команда Natus Vincere пошла и начинала сносить сначала все внешние вышки, а потом на хайграунд подниматься? Ну, я думаю, Нави тут будут играть просто от каких-то убийств, от возможностей. Допустим, кого-то убили и подпушили вышку. То есть они не могут прям так Риана бежать. Ну, в всяком случае, Дэнди будет фармить Мидасик. У Джаггера я бы не сказал, что все очень радужно. Сейчас вот на топе его немножко напрягает земель, конечно. Но земель вообще бездействует, я бы сказал. Он действительно бездействует. Уже не пытается находить какие-то возможности для агрессии или подфармить где-то, подлечить опыт. Но пока мы видим второй уровень Эрспирита. И ни одного какого-то хорошего мува от него мы не увидели. Не знаю, даже Дэнди мы сейчас найти. Я это говорю к тому, что он стоит на топе большинство времени. И Джаггера они убить никак не могут. Да, Джаггер немножко не дофармливает. Хотя он находится все равно в топе по крипстату. Но он грамотно делает. Он подпуливает крипов. Постарается максимум выносить. Да, здесь будет большой Дарксир. Но это не такая уж и большая проблема в связи с тем, что суппорты Na'Vi действительно делают что-то на карте. Забирают опять Флай. Ромена попытались разменять. Но вот Вона Флай умер, а Ромен ушел. Вот на отличие. На'Vi могут делать фраги. У них есть дэмэдж. Тем же Диди не могут похвалиться. И 3-0 достаточно напряженно сейчас выглядит ситуация для ребят из открытых квалификаций. Я же не буду и Андершок с Вона Флайом выбрались из первых квал. Неудел оставив стак Вовы Пейна. И Вова Боль вынужден оставаться в студии аналитики. Наши коллеги из Роу Хаба. Вот сейчас катать нет возможности. Ну, в принципе, так. Есть. Вот то, о чем я говорил. Из того, что Na'Vi бегают и им удается убивать и делать что-то. Они получают золото и экспириенс. Если бы они бегали и им не давали возможности это делать, они бы были, скажем так, не очень хорошие ситуации. Ну да, просаживали бы по графику. Получается, Женя на земле делает практически то же самое, только у него ничего не получается. Вот сейчас он делает правильное решение, он стягивается на бот. Но, Миди, проблемы серьезные. Здесь у Андершока через Санстрайк, через Телекинезис и станчик от Огр Мага, его опять же в таверну и 4-0. А Женя не успел. Женя еще идет. Но вся проблема Double D заключается в том, что им сильно нужны лвела на героях, и Сларк это очень требовательный персонаж к себе. Ему нужны айтемы. Без айтемов он ничего не может делать. И они... Им нельзя проигрывать начало. Им категорически нельзя проигрывать начало, потому что дальше будет сложно. Так как герои Na'Vi, они набирают темп достаточно быстро их персонажи. И комбинация вот эта Dark Circle по земле, она может сработать, но только если в том случае, если Na'Vi достаточно сильно ошибутся. Crystal Ice опять терпит внизу. Пятый уровень Сларк против шестого лвела Легионки. Кстати, Легионки бы позвать тиммейтов, чтобы дуэль оформить. Нет, на просто подвышки цепляет Сларк, начинает разваливать. Есть Sun Strike и есть минус. Дуэль. Генерал, собственно, выигрывает благодаря Дэнди. Это очень неприятный момент. Но сейчас за это Дэнди постараются наказать. Дэнди уходит в Инвиз. Инвиз, как мы знаем, практически сродни неуязвимости. Так что команда Double Dimension вынуждена отступать. Да, пока все их выпады не увенчались успехом. Казалось бы, игроки, именитые в обоих составах, нельзя сказать, что у One of Laya или, я не знаю, у Undershock'a Crystal Liza там не хватает оптовыступлений против серьезных коллективов. Бивер, попытка, кстати, сделать тэп-аут, не увенчается ничем. Каска избивает ему тэп, и эта первая кровь. Наконец-таки, сухую размочили. Double Dimension. 380 урона только что нанес. Льги, он по трем персонажам со своего нюка. 380 чистого урона он по Вишдок, который просто выдал. Страшно, конечно. Не, ну тут дело не в опыте. Тут дело в том, что... Пик, скажем так, не совсем прям удачный у Double D. И в плане начала, на весь все сделали очень круто. Ой-ой-ой-ой-ой. 20 хп осталось у копы. Квапа уходит на базу. Undershock'a. Даже не знаю, что посоветовать Undershock'a в такой ситуации. Нет возможности где-то драки делать. И 5 на 5, наверное, ребятам из DD сейчас не посоветуешь, как выход из ситуации. А по одному они слабее на каждой из трех линий. И это ужасная ситуация, когда 3 из трех линий проиграны. Вот у них был выпад на топе. Они почти убили Джиггернаут. Ну там... Я бы не сказал, что вот прям почти, но попытка была хорошая. Опять же, вот сейчас Юзайд смог. Сейчас будет попытка убить инвокера в нигде. Хорошо. Инвокеры зацепили. Ох, Undershock, конечно, куча чистых дэмэджов. Земелью здесь оставят. Undershock'a бы отступить назад, хотя и РМН с Биггером все потратили. И можно даже быкануть немножечко. Но там лишь скрим есть. И стоит. И да, драки. Флорг начинает подфармливать. Все-таки берет он Аэрон Талон, потому что ему действительно плохо. А вот у Легионки скоро будет даггер. И это немаловажно. У него остается буквально 730 золота до даггера. И это неприятно. Это неприятно, когда Сларк настолько слабый. Просто Легионка будет убивать с одним сэнстрайком. Да, обычно ты боишься того, что саппорты начнут отваливаться по появлению даггера у таких героев, как Легионка или Акс. Но сейчас конкретно взятая Легионочка может разваливать любого, в принципе, из тиммейтов команды DD за счет сэнстрайка. Очень много дэмэджа. Дарксиры потеряли на топе. Пайкат там оформил минус, потратил свой умнислэш. Я не заметил, была ли помочь сэнстрайка от Денти. Я видел, что сэнстрайк был в кулдауне, но не был уверен. Но, тем не менее, все хорошо. У Пайката, опять же, топовый нетворс на карте. Все у него замечательно. Несмотря на то, что его, скажем так, гнобили на топе. Ну, старались. Ничего не вышло. Была попытка засады от Натас Винсера, выход в дыме. Но дым не помог на кого-то напасть. И здесь, кстати, перетяжка уже от Double Dimension. One of Lie, Женя защищают кристаллайза. И готовы встретить какой-то врыв от Натас Винсера. Но Нави чувствуют и не лезут. У них есть Observer Ward, который даст необходимую информацию при появлении на линии кого-то из героев. И Женя сейчас на этом варде, скорее всего, спалится. И Нави уже не попадутся в ловушку. Да, питгуют по Жене. Пошла информация от Бивера. А может быть в Женю сагрессировать? Насколько это будет? Возможно. Ультимейта нет, еще Earth Spirit. Earth Spirit без шестого. Без магнетайза не так-то и сильные будут. Double Dimension. Драки. Ну, магнетайз не особо поможет против региона. Если на него нападать... Ну, тем не менее. Вот, Дэнди появился Мидас. Сейчас он долетит, он скушает. Медведь-демона-крушителя. Медведь-демона-крушителя. Сложно. Медведь-демон. Но зато, как с корговорочкой. Да. Ну, на боте сейчас Рубик должен получить шестой левел уже с этой пачки. Хотя... Нет, здоровый, здоровый. Уже блинг есть у Легиона, он просто еще не купил его. Будет сразу же выход на Сларка. Хорошо, что Сларк, конечно, себе опять принес Infused Raindrop. Это ему может помочь. Ромена, кстати, находит кристалайз. Прыгает и Ромена... Ну, кстати, дороговато. Мне кажется, без Дезварда можно было справиться. Что-то у Лиза на флайне не жадно. Да, нет. Да нет, все нормально. Они, скажем так, выгнали возможность сейчас убить этого самого Сларка на боте. Конечно, на варде сделали килл. На топе здесь размен идет. Билли Джиггернаута, но Квапас, Дарксиром погибли. Джиггернаута, это... Это хорошо. Хороший размен. Опять же, дэмэдж для Легион Командер. Ну да. Для Нави, конечно же. Они и по деньгам отлично себя чувствуют после такого размена. Да и, как ты верно отметил, Генерал плюс 20 дэмэджа. Легионка, которая набирает урон на дуэлях, это правильная. Хорошая Легионка. Мы видели вчера в открытых квалификациях Легионку, которая к 40-й минуте имела 24 урона. И вот такая Легионка у меня ничего, кроме слез, не вызывала. Но вот здесь дела идут получше у Генерала. 13 минут позади. Я хочу взглянуть на графики. Преимущество 2500 ближе к 3 у Нави в денежном эквиваленте. По опыту все в разы меньше. Полторы тысячи. Ну, сейчас графики не так сильно решают. Но в целом, да, по экспириенсу они выиграют. По золоту тоже у них все хорошо. Опять же, сказывается Мидас. То, что они делают хорошие киллы. Сейчас будут просто по кулдауну использовать возможность выйти куда-то с Легионом. Легион, кстати, выходит в Блэйд Мэйл. Я думал, что он попробует как-то купить, возможно, себе армлет. И, скажем так, быть таким кором полноценным. Выходит в смоке, кстати. Ребята из DD. Попробуют сейчас в Миде убить. Стоит в Миде генерал, что немаловажно. Он действительно может хорошо с помощью пресс-атак подсейвить этого самого инвокера. Не самый такой... Но DD когда-то никуда идут. Они не могут никого найти в лесу, потому что в лесу никого нет. И, наконец-таки, дают скан. И вот скан уже дает информацию по местонахождению Дэнди. Ну, хорошо на Ави играют. Они понимают, что никого нет в карте. И вот сейчас действительно хорошо задефались. Но не успел. Ну, Женя, видимо, не самый такой опытный игрок на земели. Несмотря на то, что он понимал, где находится Огар. Он не дал там станд в полете. Ну, это сделать не так уж и просто. Но, тем не менее. Профессиональные, скажем так, земели, они это делают. Продолжается снос вышек. И на этот раз Натус Винцера занимается вышкой на нижней линии. Вроде бы все получается. Буду ли давить дальше? Смотрю на Пайката. Смотрю на этого Альфа-Волка за его спиной, который серьезно поднимает ему урон. Но Пайкат решил здесь забрать хрипов. А судя по тому, что Альфа-Волк пошел на разведку. И сам Пайкат куда-то будет передвигаться. Нет, они просто в мид перетягиваются. Да, они как бы понимают, что надо постоянно оппонента двигать, стягивать. Не хотелось бы там пойти в какой-то размен. И в мид вышку все-таки забрать. Вон офлайчик, подобный слэш, подставляется без шансов фраг Пайкату. Альфа-Волк дает нужную инфу. Вон офлай почему-то фейс-чекингом занялся. Проверил ли сам на наличие Натус Винцера. Продался, скажем так. Но вот это стояние от Диде, оно неправильно. Они не могут здесь что-то сделать. Андершока цепляют, он зачем-то идет прямо под дуэль. Хотя вакуум и вон оф реплика неплохие. РМН погибает от копий. Тут же начинает разваливать. И отправляют в таверну Дарксира. Женя тоже туда же. Но лишь один Рубик погиб у Нави. А вот Кристаллайз, скорее всего, будет четвертым погибшим на центральной линии. А если вспомнить, что он вон офлай уже пришел с базы и тоже в миде отдавался, то все совсем печально. Пайката, кстати, подблочили. Андрюха. Ну тут не подблочили. Тут Андрей хорошо сыграл. Он переконтролил вард. И начал бить им джиггернаута. Потому что изначально целью была Легион Коммандер. Но по поводу последнего замеса, Клопа подставилась. Клопа жестко подставилась. За что была наказана. И я считаю, что несмотря на то, что изначально я думал, что им вообще здесь не стоит находиться. Так как Вичдоктор умер. И драться им очень сложно. Но подставляться Клопой, которая выдает просто тонну демеджа, было действительно большой ошибкой. И возможно это могло бы как-то перевернуть Драку. Но вышло как вышло. Но пока что Na'Vi очень уверенно лидирует. Я думаю, что он не вышло как вышло. А совсем не выходит. И не выходит у Дабл Дименшина. И я как-то от этой команды ждал чего-то большего. Здесь хорошие соло-исполнители. Но в командной игре совершают ошибки. Где-то не договариваются. Почему-то подставляться идут либо саппорты, либо мидер команды. Хотя там можно было, не знаю, может быть даже Сларка отправить немножко поторговать с собой. В надежде на скорость реакции прожатый ультимейт. Там не стоило бы вообще кем-то идти торговать. Потому что они дрались на варде. То есть есть у Na'Vi вард. Кстати, забирают Рошана. Да, Рошан пал. Поднимает свою экономику. А Егис сейчас будет попытка после отпушенных линий пойти на топ-линию. Они будут стараться сейчас поддавливать со своим преимуществом. Стараться забирать экономически важные точки. И как-то стараться более-менее зажимать оппонентов. До Shadow Blade'а на Сларке остается 250 золота. Но с ним довольно-таки сложно будет что-то сделать. Потому что героя, которого могут убить, это только Рубик по сути. Ну, еще, возможно, Огар. Остальных персонажей убить довольно-таки сложно. Я смотрю на Пайката. Пайкат вновь со своим Альфа-Волком уже на топ-линии. Там еще одна внешняя тир 1 вышечка стоит. Это последняя тир 1 вышка, которую забреют. Я только что об этом говорил. Кмит более-менее видит, что происходит. Бот был подпушен. Все вышки целые. Сейчас стараются как-то подсплитить. Но, опять же, Нави заберут, скорее всего, на топе вышку. Они могут и дальше пойти, в принципе. Но могут и полететь по дефу. А что сейчас перспективнее? Дефить или давить, на твой взгляд? Давить. Стараться стягивать оппонента. У Диди нету, как сказать, нету Тауэр Дэмэджа. И им сложно вышки убивать. Сларк это не тот персонаж, который вышки быстро ломает. Остальные герои тоже не особо приспособлены, скажем так, к этому. Пытаются напрячь Пайката. Пайкат уже потратил Блейд Фьюри. Нужно отступать. Ну, а от Сларка выпад ничем не заканчивается. И хоть Кристаллайз приобрел себе свой Шадоу Блейд, но вот что с этим Шадоу Блейдом делать и как его применять, совсем-совсем не ясно. Ну, во всяком случае, Диди надо что-то попробовать сделать. Конечно, сейчас Нави перегруппировались. Забирают вышку, подпушат мид и дальше на мид пойдут. Они сейчас будут все обжективы забирать. Надо укреплять экономику. Да, причем эта экономика и так, знаешь, в периоде рассвета находится. Я вижу первые три Нетворца за командой Натус Винсера. Стоимость их героев заметно, существенно выше, чем героев Дабл Ди. И Дименшины рискуют таким образом отпустить просто в какое-то кругосветное путешествие героев Нави. А вот когда Нави вернутся из этого путешествия, они просто-напросто развалят всех. Сейчас попробуют убить Агра. Но он очень толстый персонаж, особенно под Вардом. Все-таки Агра стирают. Сларк уже потратил ульт, сейчас будет, возможно, бежать. Будет просто бежать. Нет, это хорошо. Сейчас Диди потратили абсолютно все. Ресается Огр, Нави верю игру Пытцу и забирает вышку в миде. Все просто. Слишком много ресурсов потрачено было на Агра. Создается впечатление, что ты подтапливаешь зарожденных побеждать. Нет, 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 я говорю как будет. Говорю как будет. Действительно, много ресурсов потратили. Собой соглашусь. А вот стоило ли тратить их именно в Агра, или просто какую-то другую цель более существенно они бы не стерли? Они, возможно, хотели как-то завязать драку. Ну... Я не знаю. Ну, определенно, если смотреть со стороны, знаешь, аналитической, стоило. Ну, точно не стоило. Вот они сейчас теряют мид. Они могут запросто потерять. Видишь, это вот Джаггернаута, который под Блэдфьюри, Алаквити бьет. Если что, станы и подобное снимает. Легион сзади опять же бафает на атак спид, отхиливает. Есть вард. Есть баф Агра. Да и Аегису еще есть, а... Что ты будешь с этим делать? Я Егису сейчас сверху. Обманулся. Я не понимаю. Как вообще, в принципе, этого Пайката убивать? Причем убивать два раза непонятно. Вакуум есть. Но в Ол оф Реплике, соответственно, нет. Она была потрачена на Огра. И есть дуэль. В этой дуэли погибает. Олвизу на Флайву на Флайву. На Флайву отдает еще и каски. Рубику Рубик сможет кого-то подцепить. И, кстати, Андершок сейчас очень рискует. Наверное, стоило бы отойти назад. Пайкат просто-напросто режет бараки. Андершоку сейчас как раз-таки ничего не угрожает, так как культ уже был у Легенки проюзан. Но все грамотно делают, методично. Делают все Нави, не куражатся. Ну, сейчас это не относится. Слушай, похоже на какую-то прям академическую доту против подростков. Но Нави не оставляют шанса. 7-17 счет, но игровое преимущество колоссальное. Графики даже открывать. Стыдно. Там обрушение какое-то, как на фондовой бирже Америки несколько лет назад. И все. И игра, по-моему, заканчивается для Double Dimension, потому что на Атос Винсера могут идти в троны. Никто и ничего им не помешает это сделать. Есть еще одна дуэль. Легионочка Заюзов свою возвратчику разрубает. Ван Афлайя погибает Дженни, погибает Crystallize. Good Game Well Played. Это легчайшая 22-минутная игра для на Атос Винсера. Ну, все грамотно сделали Нави. После того, как потратили все свои косты в игра, ребята из Ди, они просто пошли на хайграунд. Там очень грамотно отыграли. Они не пытались как-то завязать драку. Они четко шли с поставленной целью. Они сломали бараки, сломали, ну, точнее, вначале Т3, потом бараки, потом смогли напасть, потому что видят, что оппонент очень слаб. И затем, за счет того, что у них действительно есть бафы, усиления, просто ломают очень быстро Т4 и тронут. Давай взглянем буквально на несколько минут на графики, на итоговую таблицу по опыту, по урону. И здесь мы видим, как отличились, в принципе, и генералы. Пайкат 9700, 7700 урона. Ну, вот, чтобы вы понимали, 9700 это... Андершок, например, и Женя, или Дарксир и Женя. То есть любые два героя команды Double Dimension стоят одного генерала. Легкая игра, в принципе, быстрая игра. Нато свинцеры, думаю, не вспотели. Кстати, нас уже ждет и следующий матч. Так что, друзья, ни в коем случае не расходитесь, не уходите далеко. Мы с Кириллом вернемся к вам через несколько минут. А пока небольшая рекламно-музыкальная пауза на канале StarLadder 4. Напоминаю, вы смотрите СНГ-квалификации. Егеймингбетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сенаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пике и банды команды. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егеймингбетс. Ты точно знаешь, кто победит.